Прыжки над бездной «Иначе не назовешь» – это любительское видео, собравшее в социальных сетях более 8 тысяч просмотров. Происходит это действие, снятое одним из жильцов дома. В воскресенье 24 мая весь день лил дождь, но подросткам не сиделось дома, они решили попрыгать с крыши одной пятиэтажки на другую. Дом этот под номером 14 стоит на улице Ивановской, построен необычно, состоит из трех отсеков, стоящих отдельно, но близко друг к другу. Как говорится, дело было вечером, делать было нечего, прыгали мальчишки там, где расстояние между домами побольше около метра. Одно неверное движение и результат очевиден. Однако все обошлось благополучно в этот раз. В комментариях к видео жители этого района пишут, что мальчишки часто здесь прыгают. Мы решили поинтересоваться у жильцов этого панельного дома, действительно ли они регулярно наблюдают такую захватывающую картину. Как нам пояснила старшая по дому, в котором 120 квартир Татьяна Степановна Живоронкова, все дело в том, что после ремонта крыши в каком-то из подъездов был оставлен открытым люк на крышу. Сейчас все они заперты. Понимаете, у нас какая ситуация получилась. Тут были, у нас на крышах потекло в дождики, и там некоторые входы на крышу были открытые. И дети забрались таким образом. Ну, мы проконтролировали, увидали, конечно, там закрылись все, все снова закрыли. Просто безобразников много деваться, детям некуда, честно говоря. Во дворе у нас в основном одни машины, обращаемся в администрацию, чтобы нам хоть какие-то спортивные какие-то сделали или что-то. Ну вот почти три года, наверное, мы все вот это обращаемся. Сами вот что можем, делаем. В основном никто не помогает. И детям броситься некуда. В основном подросткам. Вот лазают по деревьям, лазают, и вот где-то ищут что-то. У нас и подъезды закрыты, все. Но проникли, вот это редкий случай такой. И наши дети, и из других. Ну, приходят со всех этих. С 12-го дома ребятишки бегают к нам, вот с 14-го дома бегают. Кто, в общем... Местным каскадерам лет 14-15. К сожалению, в этом возрасте некоторые дети мало думают о своей безопасности, о родителях. Желая погеройствовать друг перед другом, не понимают, к чему могут привести такие опасные игры. Впереди лето. И еще целых три месяца дети будут предоставлены сами себе. И неизвестно, какие еще найдут развлечения. Продолжение следует...